Добрый день, девочка! Ну вот, пришло время просить прощения у тех, кто вместе со мной ушел в завязку и не покупал никаких вещей. Потому что я собиралась это сделать, честно, и я даже продержалась какое-то время, достаточно долго. Сначала меня сбила с толку моя подруга Таня, которая пришла и показала красивое платье, купленное в Китае, и сказала, что на Алиэкспрессе она такие видела. И, в общем, после этого я тоже пошла смотреть и заказала там много-много-много. Но они придут только в феврале, так что, ну, можно сказать, условно, что как будто бы это будут покупки февраля. Потом у меня сломался чайник. Ну, это уже необходимая вещь, пришлось купить чайник. Я его сегодня вам покажу, он очень интересный. Так, что бы сделать со своими птичками? Вы предлагаете иногда их накрыть чем-нибудь, чтобы они не чирикали. То, что они так хотят довольно весело с нами тоже пообщаться. Ну, может быть, не будут настолько назойливые. Хотя один там есть птиц назойливый. Давайте-ка я прикрою его какой-нибудь полотенчиком. Может быть, будет немножко потише. Итак, продолжим. Пришлось купить чайник. Потом у меня закончились практически те тени, которыми я чаще всего пользуюсь. Такие дымчатые, серенькие. И в магазинах не купить карантин. И все отделы, где продается косметика, они у нас закрыты. Поэтому пришлось воспользоваться услугами тоже нашего местного рижского сайта, интернет-магазина. И не зная, хорошие они или нехорошие, без возможности попробовать, я заказала даже целых один набор и тени. Ну, и в какой-то момент еще, когда у меня было очень плохое настроение, я, как всегда, когда не спалось, мучает бессонница, я забегаю на парфюмерные сайты, потому что тоже сейчас нельзя сходить, попробовать. И я познакомилась с одним очень хорошим ароматом и решила, что мне нужен и этот аромат, и еще два или три, которые из той же серии, из того же бренда. Тут еще подоспел заказ Арифлейм, который я делала раньше, я про него и забыла. В общем, на столе у меня сейчас кое-что, что я буду вам показывать, и, может быть, что-то из этого вам пригодится, или, по крайней мере, будет интересно. В общем, каюсь, не удержалась, не смогла устоять, но в целом, кстати, покупок намного меньше. И поэтому даже какие-то деньги остались на конец месяца, что меня, безусловно, радует. Давайте я начну, наверное, показывать с теней и вот этих наборов всяких разных. Набор дешевый, и мне он просто понравился, как он сделан, что там много всего есть, что у меня кончается. Румяна, фомада, блески, тени. И стоил он какие-то сущие копейки. Я понимаю, что когда за такие деньги покупаешь, скорее всего, надо ожидать, что там будет непонятно что. Но, как это ни странно, все оказалось не таким плохим. По крайней мере, несколько вещей, которыми я уже успела попользоваться, они меня устроили. Выглядит он вот так. Вот у него была крышка, я ее уже сломала. Я не знаю, меня вообще нельзя подпускать каким-то таким вещам. Вот такой он разноцветный, красивый. Но это не только тени. Как вы понимаете, здесь все открывается. Сейчас я постараюсь это аккуратно показать и ничего не уронить. Запросто могу это сделать. И вот так он раскрывается. И здесь мы видим... Так, сейчас, секундочка. Смотрите, как это здорово на самом деле. Никогда мне за свою жизнь не использовать всего этого, потому что я очень минимально чем-то пользуюсь. Но здесь есть все. Здесь есть и румяна, очень красивые оттенки. Здесь есть и то, что можно использовать как пудру или как вот эти, которые... Как они там называются? Забыла, но в общем... Чтобы как-то скульптурировать лицо. И очень большие, хорошие наборы теней, самых разнообразных оттенков. И даже губная... Ну, так понимаю, что блеск. Наносить его очень сложно. Может быть, для него нужны какие-то специальные кисточки. Те, которые здесь есть, они бестолковые. Лучше бы их вообще не прикладывали к этим наборам. Потому что я пользуюсь тем набором, который купила на Алиэкспрессе кистей, самых разнообразных. Был недорогой. Но он очень хорошо подходит именно для того, чтобы вот красиво наносить. Потому что очень многое зависит от того, какая кисточка. Если кисточка хорошая, тени лягут просто замечательно. И все остальное тоже. Вот такой набор на сайте магазина 220.lv нашего латвийского. Но я думаю, что подобных наборов очень много. Я даже не знаю, какая это фирма, какая-то малоизвестная. Но тени легли хорошо, они не сыпались. Для меня это немаловажно, потому что глаза глубоко посажены. И там все нависает. Веки всякие и прочее. Пытаюсь найтись сейчас с названием. Но я покажу вам так. Вот, может быть, можно будет прочитать. Так, не знаю, видно или нет. Но надеюсь, что что-то видно. Я думаю, таких вариантов есть множество. Это просто был эксперимент. И взяла еще отдельно. Но тут немножко промахнулось. Тени Катриса. Набор мне обошелся где-то в 9 с копейками. Потому что у меня была небольшая скидка. А тени где-то 4 евро. С небольшим, очень красивые тона. По-своему такие коричневые. Но я хотела дымчатые. И заказывала дымчатые. Но пришли не те. Что говорит о том, что иногда можно разочароваться даже в интернет-магазине. И мне сказали, что эти тени Катрис, что они либо будут очень хорошие, либо будут полная ерунда. Они мне понравились. Они мне понравились. Сейчас я покажу еще поподробнее оттенки. Светит немножко у меня лампа. Сейчас я направила, чтобы было поярче. Но в целом вот они, наверное, такие и есть. Самыми темными можно, кстати говоря, кисточкой рисовать брови. И коричневые я тоже использую. Но я все-таки буду искать потом серые и какие-то дымчатые. Я к ним привыкла за последнее время. В общем, такие косметические покупки. Очень ими довольна. Далее давайте пройдемся по духам и закончим чайником. Чтобы как бы примерно вы знали, что и как. Как-то это давно обнаружила такую марку реминиссенция. И что-то даже заказала. Там был красивый такой флакончик под старину. И запах меня разочаровала. Потому что, хотя он и был приятный и нежный, но он очень пах кремом. Пудрой, кремом. Ну, какими-то уходовыми средствами. То есть, я не знаю, как бы я сейчас восприняла этот аромат. Но тогда, в моем представлении, аромат, он все-таки должен пахнуть. Духи должны пахнуть духами, цветами. Дыша духами и туманами. В общем, чем-то таким. И после этого я долгое время к этому бренду не обращалась. Хотя цены на ароматы, по крайней мере, на фоне остальных, очень даже неплохие. И мне дали попробовать просто. Мне дали попробовать пачули. Вот эти пачули. После этого я их сама приобрела уже. Густейшие, интереснейшие, подвальнейшие. Кому это нравится. Красивейшие, стойкие. Когда я их на себя нанесла, муж спросил, что это за духи. Обычно он не спрашивает. Вот. Ему понравились. Но кому нравится пачули. Потому что здесь, я бы сказала, практически моноаромат. И очень мало, где можно было о них почитать. Мало кто о них рассказывал. Но в интернете я заметила, что были рассказы о втором варианте. Тоже о пачулих марки Ремини Сцинца, но со словом эликсир. И поэтому, конечно, я не выдержала. И тут же так все отсвечивает. Давайте я открою, покажу вам бутылочку. Миллилитров много. Кому надо, девочки рижские. И пишите, ищите и обрящите. То есть, я вам отолью. Вот такая большая бутыль. Тоже красивый цвет жидкости. И они уже, они повкуснее. Они поинтереснее. Я помню, что там были пачули, атласский кедр. И что-то еще. Там очень мало было ингредиентов. В отличие от первого аромата. Первый он там датируется каким-то годом 1970-м, по-моему. Поэтому там вроде как бы много всего. А здесь мало. И они, они более, я бы даже сказала, сладковатые. Более вкусные, более гурманские. Не такие подвальные. Похожие, конечно, если ты небольшой специалист. И вот для меня они, в общем-то, все-таки похожи. Но эти держатся на мне чуть-чуть меньше, чуть-чуть слабее. Хотя в целом вот стойкость очень неплохая. И они интересные. Они как будто вам с добавлением каких-то еще специй. Ощущение, что там есть какие-то еще специи. Какие сказать сложно. И они красивые. Они такие вот пачулистые-пачули на самом деле. И после этого надо было уже закрыть страничку этого бренда. И не обращать больше внимания. Но там настолько были красивые наборы. Я коробочку уже выбросила. Но они были вот в коробочке. Набор, например, взяла еще ваниль и сантал. Они были с кремом. И точно так же с кремом были просто пачули. И стоило это всего 23 евро. То есть, в общем, как бы, ну, небольшая цена. Если ты фанат всяких таких вот интересных ароматов. Хороший сандал. Он не огуречный. У меня иногда даже многие такие дорогие сандалы, они пахнут огурцами. И мне это непонятно. Причем, особенно если огурцами в молоке, это совсем непонятно. А тут нет. И мне больше здесь сандала, чем ванили. Ваниль просто дает, разбавляет вот эту историю всю. Очень красиво, очень нежно, очень такой приятный. Вообще супер аромат, честно говоря. Мне понравился невероятно. Поэтому тоже его у меня много. Тоже точно так же, если кому надо. Отливаю. Я даже специально. Мне пришли такие бутылочки заказанные с Алиэкспресс. Я уже даже не достаю, не показываю. Но они были заказаны очень давно. И сейчас есть возможность все это разливать, все свое богатство. Потому что мне столько не нужно. Красивые ароматы, приятная марка. Цены просто тоже подкупают, скажем так. И еще последний аромат, который был в Арифлейме, заявлен как новинка. И мы все знаем, вот Love Potion, вот этот красивый красный флакон. Кофейно там, такой шоколадно вкусный, невероятно. Для меня он волшебный, я его обожаю. И буду пользоваться им всегда, наверное, потому что что-то в нем есть для меня такое вот располагающее. И он для меня лучше, чем там какой-нибудь кофейный аромат любой другой марки дорогой. Потому что вот он очаровательный. Мне он очень нравится. И поэтому, когда выходят какие-то фланкеры, было с белым шоколадом, сладкий, вкусный, тоже мне понравился. Хотя и не сразу. И вот вышел такой вишневый. Здесь заявлено, что здесь много вишни и что-то такое тоже коньячно какое-то, алкогольное. И вот это немножко мне не так хорошо. Я думала, ну может я что-то не распробовала. У меня запах какого-то вина, чего-то такого. И немного вишни, она кисловатая, она для меня, может быть, где-то на лето, на свежем воздухе это все будет красивее, интереснее звучать. Но сейчас как-то оно не звучит совсем. По-своему интересное. Очень не хвалили его стойкость. Не могу ничего пока сказать вам, потому что у каждого человека стойкость очень по-разному ароматов. И на мне он, конечно, сутки, как там было написано, не держится. Сейчас он стал после отстаивания немножко гуще. Он стал больше похож на такой хороший вишневый компот, алкогольный немножко. Вначале не было этого эффекта. Вначале я его почти даже не уловила. Ему надо время. Может быть, ему надо даже тепло какое-то, постоять в тепле. Ну, так или иначе, вот такая новинка вышла в Эрифлейм. Можно с ней еще поиграться, посмотреть. И по-своему она, конечно, наверняка своих почитателей найдет. Без этого никак. Ну что ж, и теперь о чайнике. О чайнике, но уже без клипс. Потому что давят они на уши. Иногда они как-то хорошо. Иногда они давят. Сейчас они надавили, и уши болят. Итак, чайник сломался. Периодически это бывает. Он был неплохой. Он показывал у меня разные цвета в зависимости от температуры воды. Но пользуясь им последний год или полтора, я вот не помню, как долго он у меня. Мне стало понятно, что вот эти дополнительные функции в виде разной температуры воды лично мне не нужны. Потому что я не фанат каких-то чайных церемоний, где нужна определенная температура 90 градусов, 80 или еще. Даже если я завариваю какие-то травяные сборы, я все равно это делаю кипящей водой 100 градусов. Поэтому решила, что мне не надо навороченных дорогих чайников. Мне нужен чайник красивый, компактный. Потому что чаще всего я все-таки пью чай одна. Даже если приходит подруга, мне не надо тоже на полтора литра, на два. Там гигантские какие-то чайники, которые занимают много места и которые съедают еще много электроэнергии. У меня вот розетка, которая у меня за спиной, она нагревается даже, когда я включаю в нее чайник. И меня это немножко пугает, потому что я боюсь, что в конечном итоге у меня что-нибудь случится с проводкой. Это будут такие проблемы, о которых даже думать страшно. Поэтому искала чайник небольшой, без всех вот этих наворотов, чтобы там не было этих температурных режимов, чтобы он был такой мощности поменьше. И, собственно говоря, хотелось что-то интересное. Поэтому нашла вариант керамического чайника. Сейчас я вам их покажу. Вот такой. Он просто как обычный. Он выглядит как обычный чайник. Он действительно керамический. Но, тем не менее, у него точно так же сейчас... Точно так же у него вот этот нагревательный элемент внизу есть. То есть все будет нагреваться прекрасно. Он еще тут с каким-то таким небольшим рисуночком. В общем, по такому типу чайников было несколько. Выбирала просто, чтобы напоминал обычный чайник, чтобы он мог стоять в кухне на столе. И в нем был бы кипяток, не надо было бы куда-то отходить в сторону. Единственный минус, как оказалось, очень короткий шнур. Очень короткий. Его даже не хватит, чтобы вот тут за спиной дотянуться и включить. Ну, придется купить удлинитель, и тогда проблема решится, собственно говоря. Еще не пробовала, еще не включала. Ну, собственно, здесь включение осуществляется вот всего-то навсего. Он должен автоматически сам отключаться, когда он вскипит. Марка вот такая вот, эсперанца, по-моему, да? То есть можете просто, если вас что-то подобное интересует, просто загуглить эту марку, посмотреть, какие у нее еще есть чайники. В нашем интернет-магазине он стоил 13 евро и сколько-то там центов. То есть, в общем-то, и цена такая тоже довольно приятная. Как долго будет служить, не знаю. Как все это будет вообще. Но главное, что его можно держать вот на столе среди других заварочных чайничков. И он не будет портить картину своим таким типичным видом электрического чайника большого какого-то. Поэтому я довольна, мне нравится. В работе он себя как-то покажет, посмотрим, как и что неизвестно. Ну, собственно, вот это все покупки, можно сказать, за февраль месяц. Февраль уже заканчивается. Больше уже я ничего не жду, никаких доставок. Платье, как я сказала, уже будут в феврале. И там мы, наверное, повеселимся. Потому что, несмотря на то, что заказываешь какие-то нужные размеры, как тебе кажется, приходит всегда что-то не так. Танюша у меня тоже уже заказала платье себе. И оно оказалось очень большим. Может быть, она мне его привезет. Мы его примерим, покажем вам, что бывает. Ну, что-то из серии ожиданий и реальность. Так частенько бывает, когда заказываешь без примерки. Я смотрю, у нас есть такой в Риге на лачпляши улицу магазин «Кокос». И его тоже периодически рекламируют на Фейсбуке. И там хорошие вещи. Но тоже, опять-таки, надо покупать сейчас через интернет-магазин. Потому что магазины одежды и обуви, они закрыты. И я с ужасом думаю, что когда наступит весна, и мне вдруг понадобится купить какие-то ботинки, мне придется это тоже делать без примерки. Поэтому, наверное, буду ходить долго в том, что есть. Пугаюсь, что все это у нас продлится минимум полгода, все вот эти карантинные меры. Хотела бы, чтобы, конечно, закончилось раньше, потому что иногда теряешься. Вот когда что-то начинает такое бытовое ломаться, а в магазинах это купить сейчас нельзя, то приходится пользоваться услугами интернет-магазинов, которые, думаю, сейчас очень у нас разбогатеют. Потому что заказов просто немеренное количество. Ну что ж, как всегда, кому-то лучше живется, сложнее, кому-то лучше в разные времена. Поэтому могу пожелать только, чтобы для вас эти времена прошли без больших потерь. Ну а мои потери вот такие пока что состоялись. И я понимаю, что, наверное, я все-таки неисправимый шипоголик. Хотя здесь были вещи нужные, безусловно, но были и то, без чего можно было спокойно обойтись. Ну что ж, поделаешь. Не буду пытаться выставить себя в лучшем свете, чем я есть на самом деле. Как есть, так и есть. Всего хорошего! Пока-пока! До новых встреч!